приветствую вас дамы и господа в этом видео расскажу вам про из 6 бесстрашный и акцию красная гвоздика на сайте мир танка вышла новость которая посвящается дню победы эта акция красная гвоздика в каждой из трех игр лест и games появились особые наборы все собранные средства будут переданы фонд поддержки ветеранов великой отечественной войны я в описании добавлю ссылку на эту новость можете открыть сами посмотреть если есть желание у нас есть три набора красная гвоздика красная гвоздика вечный огонь и красная гвоздика бесстрашный эти наборы продаются за деньги за золото танк купить нельзя многие спрашивают наборы только за деньги в первом наборе у нас золото также декали красная гвоздика и нашивка красная гвоздика во втором наборе у нас больше золота, стиль вечный огонь, опять декали красной гвоздика и нашивка. Кстати, у 2D стиля вечный огонь, там еще и уникальные отметки на стволе в виде гвоздики. Ну и самый большой набор за 2000 рублей, красная гвоздика бесстрашный. В этом наборе стиль вечный огонь, 6 декалей красная гвоздика, нашивка красная гвоздика, ну и самое главное, это премтанк 8 уровня, советский ИС-6 Бесстрашный. Так, теперь отвечу на часто задаваемые вопросы. ИС-6 Бесстрашный не льготный танк, а также еще нету даты окончания этой акции. На форуме разработчик ответил, что в течение мая планируется эта акция. Ну и дальше будем говорить за премтанк ИС-6 Бесстрашный. Если сравнить ИС-6 Бесстрашный с ИС-6 и защитником, еще и ИС-3, можно понять, что ИС-6 Бесстрашный по пушке выигрывает у всех. Во-первых, у него такая же большая альфа, как у защитника, такое же пробитие, 225 основным снарядом. Но при этом, при всем, у него перезарядка 11,79, что гораздо быстрее, чем у защитника, у которого 14,3. Получается, у защитника ДПМ 1800, а у ИС-6 Бесстрашного 2200. При этом, у ВН и такие же минус 6, но при этом, еще и точность лучше 0,4 и сведение лучше 2,7, почти 2,8. Я поиграл на этом танке 20 боев, средний урон у меня получился 3000. Оборудование я использовал, досылатель, стабилизатор, закалка. Оборудование было у меня розовое. Также играл еще на доппайке и инструкция на досылатель. Перезарядка была очень хорошая, очень приятная. ДПМ, кажется, получился 2800. Можете на канале стрим посмотреть, если кому интересно. Из главных минусов по сравнению с защитником в орудии, это то, что у защитника основной снаряд ББшка, а вот у ИС-6 Бесстрашного подкалибер. Мне больше нравится ББшка, поскольку там лучше нормализация и легче пробивать врагов. Подкалибер имеет хуже нормализацию, против наклонной брони этот снаряд намного хуже. Также еще аккумулятив есть у нас с пробитием 265. В принципе, неплохое пробитие. Конечно, бывает и лучше, но в целом пойдет. Что касаемо брони, у ИС-6 Бесстрашного, конечно, она гораздо хуже, чем у защитника. Но в целом я как-то не сильно расстраивался и орудие меня радовало намного больше, чем волновала броня. Да, пробиваются крыши и лючки. Да, в целом броня не сильно толстая, но когда ставишь ромбик, очень часто не пробивают. Причем многие стреляют ИС-6 в каток и очень часто не пробивают. Это очень жесткая ошибка. Я сам часто ее допускаю. Кажется, что у ИС-6 тонкий каток и вот он пробьется и там даже зеленая показывает, но чаще всего вы будете не пробивать. Самые заколдованные катки в мире. А вот крыши и лючки пробиваются очень легко. В полевой модернизации я улучшил сохранение набранной скорости, точность, а также обзор. Когда я играл на защитнике и брал три отметки, я все ставил на точность. Досылатель, стабилизатор, прицел и при этом мне все равно не хватало, комфорта стрельбы, пушка оказалась супер кривой. Я не знаю, какая стабилизация у защитника и у ИС-6 бесстрашного, но мне кажется, что ИС-6 бесстрашный обладает в разы лучшей стабилизацией, чем у защитника. Поэтому даже играя с закалкой вместо каких-то там прицелов или вентиляций, ощущение, что пушка в разы лучше, комфортнее, точнее стабилизирований. Во-первых, она и по цифрам лучше, и сведение лучше, и точность. Но к этому еще добавляем то, что по ощущениям, я не знаю, какие там цифры, на сайте, где я смотрю броню и цифры, пока что этого танка нет. Поэтому я не могу прям по цифрам вам сказать, но по ощущениям защитник в миллион раз кривее. Но вы и на стриме сами все видели. В 3000 среднего я играю только на сильных премтанках восьмого уровня. На этом танке за 20 боев я смог в 3000, поэтому я считаю, что этот танк хороший. Плохим я его назвать точно не могу. Да, по броне может быть он не самый лучший, но вот пушка, мое уважение. Да, влияние ВБРа на стрельбу очень большое, но намного меньше, чем у защитника. Все такие же выстрелы там в землю, в небо и куда попало, они тут все равно есть. Никуда от них не денешься, но да, пушка кажется комфортнее, стреляется приятнее и урон набивается легче, но все равно некоторые выстрелы, так сказать, мягко говоря, киберспортивные. Теперь по поводу самой акции. Я считаю, что в ней поучаствовать стоит. Эта акция хорошая. Ветеранов поддержать это всегда хорошо. Также еще, я знаю, что есть такие люди, у меня на канале я встречал сообщения о том, что некоторые не хотят донатить именно разработчикам, чтобы они деньги получали. В этой акции все деньги, 100% денег, пойдет ветеранам. Поэтому у вас есть замечательная возможность купить танк и не дать денег разработчикам. Воспринимайте эту информацию, как хотите. Вы, наверное, давно хотели получить какой-нибудь хороший премтанк, но при этом не дать разработчикам денег. Вот это оно, это тот случай. Обычно я вам говорю, что решайте сами брать или не брать танчик. Нравится, не нравится, там сами думайте. Но вот здесь я считаю, что стоит взять. В целом на броню пофиг. Главное, что пушка классная. Так еще и акция хорошая. Тут, в принципе, вариантов не брать особо нет. Я думаю, что 2000 рублей потратить это не так уж много, чтобы там на этом жизнь закончилась. Зато поучаствуйте в хорошей акции. Ну, либо же там есть пакеты поменьше. Можно и какой-нибудь маленький пакетик взять. Тут уже сами решайте. В любом случае, все равно я сказал, что сами решайте. По танку еще могу сказать, что у него вроде как часто боеукладка ломалась, по крайней мере, у меня. Ни разу танчик у меня не горел, хотя вражеский ИС-6 Бесстрашный я в каком-то бою поджигал и он выгорел там наполовину хп. Поэтому, если играете на доппайке, то качайте перки на пожаротушение. А также постарайтесь что-нибудь на укрепление боеукладки. Некоторые зрители, которые пришли посмотреть стрим, как я играл на ИС-6 Бесстрашном, подумали, что я катаю без камуфляжа. Но это так выглядит его стиль. Он уже в 2D стиле, который никак не изменяется. Кнопка внешний вид недоступна у этого танка. Никак вы внешний вид не поменяйте. Этот стиль, можно его назвать, как будто бы танк с постамента. Выкрашенные каточки, свежая краска, обведен по краям там беленьким и пушка внутри тоже прокрашена. Вот такой вот типа стиль, как будто бы танк красивый экспонат. Также еще ваша любимая надпись, на которую многие агрятся очень жестко. Характеристики машины могут быть изменены без компенсации. Такая приписка там в самом низу. Новости на сайте есть. Но эта надпись есть у всех танков, которые выходят при лесте. Поэтому я не знаю, почему вам именно здесь эта надпись так сильно в глаза бросилась, если она есть везде в последних новых премтанках. Очень сильно сомневаюсь, что у разработчиков хватит ума трогать танк, который в такой акции участвует, поскольку ну это просто очень сильно подпортит их репутацию. Поэтому я сомневаюсь. Тут скорее это приписка для того, чтобы его когда-нибудь лет через 30 апнуть там чуть-чуть, но это не точно. В любом случае им решать, что с этой надписью делать. Тут как бы есть три пути. Ничего с танком не делать. Через много-много лет апнуть. Ну и также есть возможность сделать такой же замечательный ребаланс как Скори и получить целую тонну негатива. Также еще расскажу историю о том, что первые два моих премтанка восьмого уровня были ФЦМ-50Т и ИС-6. ФЦМ-50Т я сам купил. В то время он стоил 1400 рублей всего лишь. И такие цены когда-то были на премтанке восьмого уровня. А вот ИС-6, льготный премтанк восьмого уровня. Я получил много-много лет назад, в 2013-14 годах, бесплатно в марафоне. Откатал на нем 1600 боев. На ФЦМе я откатал 3500 боев. Это первые два моих премтанка восьмого уровня, которые я закатал до дыр. И вот спустя там десяток лет я снова получаю ИС-6 и снова можно его закатывать до дыр. Но теперь с новой пушкой и не льготный. Вот такие вот пироги. С вами был Варчик, Горать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok